Улица юных ленинцев в центре. Пешеходы движутся быстрее, чем автомобили. Припаркованный с двух сторон транспорт мешает проезду. Мотоциклист Евгений Золотухин признается, часто из-за такой стихийной парковки даже он на двух колесах вынужден стоять в пробках. Стою, жду пока продвинуться дальше. Тоже в пробке стою. Даже на мотоцикле? Даже на мотоцикле. Ежедневно только в центре курорта улицы расчищают 10 эвакуаторов. Специалисты признаются, в дни проведения Олимпийских игр нарушителей было заметно меньше, как и самих машин в городе. Но сейчас, каждым днем, работы становится больше. Ближе к летнему сезону мы также не планируем снижать темпы. Машин будет в городе больше, и если мы не будем убирать припаркованный неправильно, проехать будет еще сложнее. Чтобы получить свой автомобиль обратно, владельцу приходится оплачивать и услуги эвакуатора, и штраф ГИБДД в среднем около 5000 рублей. При этом стоимость платного паркинга в центре обойдется в среднем в 100 рублей в час, но не более 200 в день. У сочинских водителей платные парковки популярностью не пользуются. Сотни автолюбителей, паркуясь под знаками каждый день, что называется, на свой страх и риск действуют. Улица Северная – одна из тех, что в поле зрения служба эвакуации. Правда, в такие часы пик эвакуаторы заезжать сюда даже не пытаются. Дело в том, что если в таком плотном потоке начать грузить машину, нарушителя на платформу, это парализует движение как минимум на полчаса. Там, где не проедет эвакуатор, с нарушителями борются при помощи видеокамер. Неприметные с виду автомобили, оборудованные системой фиксации, делают снимки прямо на ходу. Это позволяет без привлечения тяжелой техники выявить нарушителей, направить информацию в ГИБДД края для выписки в автоматическом режиме протоколов за нарушение данных правил стоянки транспортных средств. Так что, если не пользоваться платной парковкой, оставить машину на дороге без нарушения не получится. Для того, чтобы не было пробок, по мнению экспертов, есть альтернатива – пользоваться общественным транспортом для поездок в центральную часть курорта, либо не нарушать.